Всем привет! Это программа Автоклубни и я ее ведущая Катя Каренина. Тема программы «Российский Порше-клуб». Ну и в гостях сегодня Денис Гонопольский, исполнительный директор «Порше-клуба». Денис, здравствуйте! Привет! Ну и, конечно же, первый вопрос – можно ли купить себе «Порше»? Вообще, почему «Порше» и почему «Клуб Порше»? Мне кажется, «Порше» такая дорогая машина, что не каждый человек может себе позволить. Так можно ли купить или есть ли возможность? Это два разных вопроса. Ну, вы мне и на тот, и на этот ответите. Если есть возможность, то нужно. Сколько автомобилей в клубе? По всей России порядка 300 автомобилей. Это российский «Порше-клуб»? Да. А какие машины в клубе? Вы знаете, так случилось, что в основном это спортивные модели, среди которых преобладает 911-й. То есть в основном это все-таки владельцы спортивных автомобилей? Мне подсказывают, что у нас готов сюжет, поэтому давайте его посмотрим. Да, с удовольствием. В 1948 году из ворот маленькой мастерской в Германии выехал первый спортивный автомобиль, разработанный Фердинанда «Порше» младшим. 3 сентября 1950 года Фердинанду «Порше» старшему исполнилось 75 лет. И подарком ко дню рождения стал черный «Порше» 356 «Купе» Фердинанд – представитель зарождающегося класса спортивных машин. Но это было только начало. Создатель народного автомобиля Германии всерьез задумался о выпуске спортивных машин. Но существовал ряд проблем. С одной стороны, фольксвагеновский силовой агрегат имел ограниченные резервы для форсировки. А с другой – плясать от жучейной печки становилось несолидно. Поэтому в 1958 году началась работа над проектом «901». 1964 год стал началом выпуска модели 911 «Коррера» с двигателем водяного охлаждения. «Порше» 911 дебютировал во Франкфурте, а производство началось следующей осенью. Французская компания «Пежо», обладавшая патентом на индексы с ноль между двумя цифрами, в судебном порядке обжаловала название модели «901», и ее переименовали в 911. Идеологически модель повторяла первенца марки, но не более того. Малышка 911 стала родоначальницей целого модельного ряда, популярного и до сих пор. На конец 60-х годов приходится и начало триумфиального шествия марки по автодромам мира. «Порше» сначала занял первые два места в ралли Монте-Карло, а затем и победил в общем зачете первенство Европы. И в дальнейшем побед было больше, чем поражений. И 911-й во всех своих апостасях превратился сначала в национальное достояние, а затем и в автомобильную икону вселенского масштаба. На сегодняшний день модельный ряд «Порше» – это спорткар среди родстеров «Боксер», «Хищный Кайман», «Панамера», спортивный автомобиль для четырех человек, «Каен» и, конечно, легенда «Порше 911». Любовь к этой марке объединила людей по всему миру. Сегодня в клубе любителей «Порше» насчитывается свыше 300 человек по России, для большинства из которых этот автомобиль стал не просто средством передвижения, а скорее способом самовыражения. Денис, ну после такого сюжета, конечно, хочется первый вопрос вам задать. Как вступить в клуб? Кстати, хочу сказать нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю и на ваших экранах. Также присылайте смс и телефоны увидите на своих экранах. Денис, что нужно, чтобы вступить в «Порше-клуб»? Все очень просто. Если вы владелец автомобиля «Порше», то достаточно зайти на сайт клуба, который легко ищется в интернете, и заполнить там заявление на вступление в клуб. Но основная история, конечно, нужно иметь автомобиль при этом «Порше». Да, конечно. Хотя правилами членства предусматривается так называемое пробное членство. Для людей, которые еще не купили автомобиль этой марки, есть возможность стать членом клуба на один год. А что это дает? Ну вот у меня есть автомобиль «Порше», да, а я вступаю в клуб. И что я получаю? Вы знаете, как любой клуб, это определенное закрытое сообщество, в котором происходят определенные события, которые в первую очередь направлены для членов клуба. Поэтому, будучи членом клуба, вы всегда получаете свежую информацию о том, что происходит. Вас приглашают, естественно, на какие-то события. И вы имеете право пользоваться определенными привилегиями, которые каждый клуб придумывает для своих членов. Денис, ну, открою вам тайну. Я была один раз на таком мероприятии. Там было огромное количество голых женщин, которые мыли собой как раз эти автомобили. И мне это показалось, ну, немножко как-то очень таким междусобойчиком среди своих. Когда чужой человек приезжает в этот клуб, мне кажется, ему сложно адаптироваться и понять, что происходит. Вы знаете, Катя, вы что-то про голых женщин сказали. Я боюсь, вы путаете «Порше-клуб» с чем-то другим. А сколько, кстати, «Порше-клубов» в Москве? Может быть, это был какой-то, не знаю, ваш конкурент? Вообще между собой какую-то конкуренцию составляете друг к другу? Вы знаете, мы стараемся, чтобы никакой конкуренции не было. Тем более в Москве официальный один «Порше-клуб». Это российский «Порше-клуб»? Да. Который в силу того, что в городе Москва нету «Порше-клуба» города Москвы, выполняет функции этого клуба. А вообще «Порше-клуб Руслан», то есть официальный российский «Порше-клуб» является головной клубной организацией в России, в которую входит несколько клубов в разных городах. А сколько автомобилей в клубе? Порядка 300 автомобилей по всей России на сегодняшний день. Как все начиналось? С чего? Кто придумал сделать вообще «Порше-клуб» и объединить владельцев этих автомобилей? Вот если мы смотрим кругом, то обычных автомобилей много, да? Увидеть красивое «Порше» на дорогах Москвы, мне кажется, ну это редкость. Ну, вообще 26 мая этого года мы отметили 60 лет, как все начиналось. Поэтому идея создать первый «Порше-клуб» пришла людям достаточно давно объединиться. Здесь же в России неоднократно предпринимались попытки создать официальный «Порше-клуб». Но каким-то образом так сложилось, что только в 2007 году была предоставлена лицензия на ведение клубной деятельности от имени завода «Порше-клуба Русланд», который стал первым российским официальным «Порше-клубом». А какая структура клуба? Что есть какие-то подразделения? Президент клуба, зам, исполнительный директор? Как делится? Ну, да, как любой клуб, это общественная организация, которая основана на членстве, в которой, естественно, есть… А членство платное, хочется спросить? А вы знаете, давайте я сперва про структуру, а потом про членство. Поэтому в клубе, естественно, есть президент или председатель этого сообщества, да, есть его заместитель, или, как его ни назови, это может быть, там, вице-президент, исполнительный директор, там и так далее. В принципе, предусмотрены такие должности, как казначей и так далее. Ой, это хорошая должность. А по поводу членства, у нас предусмотрено два вида. Существует платное членство, когда люди за небольшой членский взнос ежегодный получают, допустим, право пользоваться скидкой у официальных дилеров. И существует бесплатное членство, человек, написавший заявление о вступлении в клуб на основании бесплатной формы, попадает в реестр членов клуба и, естественно, своевременно получает всю нашу новостную рассылку о всех наших планируемых мероприятиях и так далее. То есть это полноценный член сообщества, как говорится. А представительство поддерживает как-то вообще клуб? Да, несомненно. Курирует его, а вот поподробнее? Ну и курирует... Уделяет какой-то транш, может быть, на клуб? Вы знаете... Или это самостоятельная все-таки история, которую вы как бы своими силами путем членских взносов делаете для себя? К сожалению, членские взносы столь невелики, что мы не можем позволить создавать всю свою историю только на основании этих денег, пожертвований. Конечно же, представительство Порше поддерживает определенный ряд наших мероприятий, которые они считают наиболее интересными для себя, для продвижения идеи. В том числе наш традиционный ежегодный клубный чемпионат не проходит без поддержки представительства уже давно. Вы знаете, я была у вас на одном из чемпионатов Мечкова, причем еще могли покататься обычные люди, просто владельцы, а потом была еще и соревновательная история. Она называется, по-моему, Порше Экспириенс. Можно поподробнее про нее? Нет, наш клубный чемпионат называется Порше Клаб Кап. А, это одна история. Да. Возможно, вы были на каком-то официальном мероприятии Порше в России, после которого было наше клубное мероприятие. Я, к сожалению, исходя из названия, не могу предположить, что это было за мероприятие. Однако, однажды клубный чемпионат проводился сразу после такого мероприятия, которое называется Порше Волд Роуд Шоу. Порше Волд Роуд Шоу. Это такой глобальный тест-драйв, который проводится... Денис, я буквально вас прерву на секунду, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте послушаем, вот у нас наши телезрители присоединились к нашей беседе. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел узнать... Это Илья из Москвы, беспокойтесь. Здравствуйте. Я хотел узнать относительно тюнинг-программ каких-то. Если, скажем, приобретать поддержанный Порш КН, то можно... Пользуются ли члены клуба какими-то привилегиями или какими-то специальными программами, может быть, какие-то внутренние существуют программы для тюнинга этой машины? Спасибо. Спасибо. Денис. Я понял вопрос. Вы знаете, к сожалению, а может быть и к счастью, официальным Порши-клубам строго-настрого запрещено заниматься тюнингом. Поэтому официальный Порши-клуб не занимается ни тюнингом, ни ремонтом, ни продажей, ни автомобилей, ни запчастей. Поэтому, к сожалению, я не могу порекомендовать вам куда-то обратиться конкретно. А почему? Денис сразу назревает вопрос. Потому что изначально объединения владельцев Порши задумывались как некоммерческие объединения, которые не зарабатывают на этом деньги. Поэтому мы занимаемся только придумыванием досуга для владельцев этих автомобилей, только созданием мероприятий. Ну что ж, давайте вернемся к разговору про Порши Карара Кап. Кстати, я напомню нашим телезрителям, что немецкий Порши Карара Кап по пятницам на Автоплюсе можно посмотреть как раз на эту прекрасную историю. Расскажите поподробнее еще. Вот мы как раз закончили на этом. Порши Клаб Кап называется. Я уже запуталась прям во всех уже Порши Клубостока мероприятий, что я уже пытаюсь... Это традиционное, да, наше традиционное соревнование, которое сегодня имеет форму трехэтапного чемпионата. Чемпионат на сегодня проводится в двух классах. Это класс до 400 лошадиных сил и свыше 400 лошадиных сил. И что он специально не подготовлен. То есть это дорожный автомобиль с номерными знаками на обычной гражданской резине. И суть чемпионата сводится к тому, что пилот должен установить лучшее время круга. Это в Мечково как раз. Вы знаете, определенное... Или не привязывайтесь к Тарасе? Определенное время мы проводили только в Мечково, когда не было альтернативы. С прошлого года мы начали расширять географию чемпионата. Один из этапов в прошлом году провели в Смоленске, автодром «Смоленское кольцо». В этом году хотим один из этапов также провести в Смоленске. И один из этапов провести на абсолютно новом автодроме «Москва-Рейсвей», который вот-вот начнет функционировать. Так возвращаясь опять к этапу до 400 сил, свыше 4 сил. А людям, у которых каркас, у которых там совсем заряженный автомобиль, что делать? Для них есть какие-то соревнования? Нет, ну пожалуйста, только опять же, этот автомобиль должен быть оборудован гражданской резиной. И иметь, что называется, допуск к эксплуатации по дорогам общего пользования. То есть это не должен быть абсолютно гоночный автомобиль. А много было машин на последнем чемпионате? На последнем этапе. Последний этап как раз состоялся в день рождения клубной системы 26 мая в Мечково. Приняло участие 30 автомобилей, которые примерно поровну разделились по классам. Но вот можете по годам сказать, как это все-таки увеличивается число владельцев, уменьшается? И какие самые популярные модели? Да, безусловно. По идее, на Каене же тоже можно стать? К сожалению, участие на Каене у нас запрещено регламентом. Но на Пономере можно. Ну, на Пономере, мне кажется, и везде можно. Ну, только скажите, почему вот все-таки участие увеличивается, народ в клубе, уменьшается? Что происходит, какая динамика, расскажите. Девушек много, кстати, вот хотел спросить. Девушек немного, но есть. Причем эти девушки владелицы спортивных автомобилей 911-х. И даже есть владелица 911-го GT3. Вот такие вот у нас есть боевые девушки в клубе. Число членов, естественно, растет. И пропорционально с ним, естественно, растет число участников нашего чемпионата. То есть можно однозначно сказать, что чемпионат становится популярным. А у нас как раз есть такая возможность. Мы можем ответить, точнее не мы, а можем все вместе ответить на вопрос. На экране сейчас появится наш смс-телефон, по которому можно ответить на вопрос. Можно ли эксплуатировать автомобиль Porsche, спортивный автомобиль Porsche? Подходит ли он для ежедневного использования вообще? Можно ли на нем ездить и зимой, и летом, и весной, и осенью? Вы, кстати, как думаете, Денис? Мне кажется, подвеска низкая, нет? Говорят, у всех владельцев Porsche есть специальный навигатор, который показывает ямы и всякие дорожки. Но я думаю, что это все-таки байка. Да, это байка однозначно. Я считаю, что машина полностью подходит для круглогодичной эксплуатации, по крайней мере, в московском регионе. Другой вопрос, что может быть жалко, но то, что машина может это делать, это точно. А у вас какая машина? Я понимаю, что Porsche, но все-таки хочется узнать модель. У меня классический Porsche 94-го года выпуска в кузове 993 Carreira. Этот автомобиль является крайней моделью, на которой использовался двигатель с воздушным охлаждением. Мне кажется, это легендарная модель. Я года три назад имела счастье покататься на этой машине. И ни для кого не секрет, что я езжу на 500-сильном Лансе Революшн. И даже в сравнении с ним, уж что греха таить, а он еще был на механике, конечно, это просто самолет, и это автомобиль, к которому есть к чему стремиться, что называется. Да он даже был в сюжете, вот такой тигровый Porsche, очень красивый. Я не знаю, он до сих пор, кстати, еще в строю. Он мраморный, наверное, скорее, да? Мраморная такая крошка у него. В строю он еще до сих пор. Да, машина в строю, безусловно, в отличном состоянии. Машина одного из членов нашего клуба. Прекрасный 993 Turbo. А как вы считаете, вот опять же, возвращаясь к нашему смс-голосованию, можно ли использовать автомобиль Porsche для ежедневных поездок? Не устаешь ли на нем? А детей куда, например? Два детских кресла куда ставить? Собственно, два детских кресла в 911-м уже сделаны. Вместо заднего сидения они уже готовы. А как их потом оттуда вытаскивать? Ну, конечно, в определенной степени это шутка, потому что по правилам дорожного движения эти сидения все равно не являются детскими удерживающими устройствами. Но, тем не менее, эти места считаются детскими. Туда и взрослый человек может на недолгое время вполне комфортно там разместиться. В Москве отлично. На этой машине и по магазинам, и на работе. Ну, это холостяцкая же машина, признаетесь, или нет все-таки? Мне кажется, что все-таки вообще купе автомобилей, а тем более автомобили Porsche, это все-таки такой... Мне кажется, как раз геопарк. Это такой вариант, и это они все-таки такой семейный больше. Ну, знаете, кому как. Все-таки люди, приобретая эти автомобили, ставят перед собой разные цели. Мне кажется, что это все-таки определенная группа людей, которая... Потому что каждый человек не может позволить себе этот автомобиль. Это все-таки, во-первых, определенная идеология. То есть к этому нужно прийти. Понять этот автомобиль. То есть просто так купить себе тем более спортивный, мощный автомобиль, и потом влететь в поворот и остаться в кювете. То есть здесь нужно быть еще и готовым. Нужно пройти какие-то курсы в любом случае. Я так понимаю, мы все-таки углубились в обсуждении именно 911-й модели. Правильно? Ну, мы так за нее зацепились, потому что мне, например, она очень нравится. Причем не только по внешнему виду, но и по ее качествам. А вам какая нравится больше? Ну, безусловно. То есть легенда – это 911-я модель. А Каен, вот что скажете. Много, кстати, в клубе. Каких автомобилей больше в клубе? Вы знаете, в клубе больше 911-х машин. Все-таки это люди, которые, как вы правильно заметили, большинство из которых не случайно приобрело эту машину. Эти люди пришли к этому каким-то образом. Да, они… Ну, и в первую очередь финансово, естественно, пришли. Ну, не только. То есть имея нужную сумму денег, выбор все-таки человеку большой, какую спортивную машину купить. Есть машины спортивные, которые и сильнее, чем Порше, бросаются окружающим в глаза. Все-таки Порше такой скромняга в плане своего внешнего вида, надо отметить, да? А какие, на ваш взгляд? Вот что бы вы противопоставили, например, Порше? Ну, противопоставить ничего не могу. Ну, это понятно, конечно. Вот. Но, тем не менее, если посмотреть вокруг, то полно итальянских спорткаров, которые просто кричат своим дизайном. Дорогие наши телезрители, а что бы вы купили, вот, имея, да, деньги на то, чтобы купить себе Порше? Какой бы автомобиль выбрали вы? Позвоните нам. Кстати, у нас, по-моему, есть звонок, насколько мне подсказывают. Алло. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Петерина, очень приятно вас видеть в эфире. Спасибо, спасибо. Мне первый эфир, поэтому я немножко гердичу. Да, поздравляю вас. Спасибо большое. Я хотел такой вот вопрос задать в тему 911-й модели. Уже вот какое-то время выпускается, так называемая, скажем, модифицированная, усовершенствована новая модель 911-й, а, по сути, вот, как можно отличить новую модель усовершенствованную от того, что было до этого, несколько лет назад? Чем они отличаются? Спасибо. Ну, вы знаете, схожесть 911-х, она продиктована преемственность дизайна. Однако внутри, с технической точки зрения, эти автомобили очень разные. Если вы хотите отличать эти автомобили внешне, то, наверное, надо внимательно посмотреть на одну, потом внимательно посмотреть на другую и подметить для себя очевидные различия. Денис, ну вот я, например, замечала такую тенденцию, даже если мы уходим от марки Порше, что все всегда говорят, что вот старые были лучше, а вот сейчас новые сделали, да, там, опять же, и уже как-то вот не то, и формы не другие. Это не можно ли это сказать про Порше? Или все-таки новые модели лучше? Ну, не говоря о том, что они новые, там, более… Вот как это? Ну, смотря что вкладывать в понятие лучше, да, то есть то, что современные Порше… Надежнее, но то, что вот раньше там говорили, например, да, про тот же Крузак сотый, ну, не в сравнении, просто вот пример издалека, да, а сейчас вот двухсотый вышел, вообще не нравится людям. Знаете, надежность… И управляемость надежности, все какое-то не такое. Ну, надежность современного… Вот Порше-то применимо или чем дальше, тем лучше? Смотрите, надежность современного автомобиля падает по мере того, как автомобиль становится сложнее. Это, к сожалению, такой процесс, который мы никак не можем изменить, да, вы понимаете, о чем я говорю. Старый автомобиль – это кусок железа, да, там, с отсутствующей электроникой, там, практически. И поэтому они были там супернадежные. Современная машина – это сложный очень агрегат, поэтому есть, конечно, случаются какие-то проблемы. Что касается лучше или хуже, неоднозначный вопрос. Можно точно констатировать, что современный Порше – автомобиль, который более быстрый и более безопасный. Вопрос, какие ощущения от вождения получает его водитель. С этой точки зрения могу сказать, что более старые машины были честными. Более честными. По сравнению с современными. Но если мы возвращаемся опять к клубу, какие проходят мероприятия? Что проходит помимо вот гонки, о которой вы говорили, до 400 сил и свыше, да, автомобили? Это как ежегодные, я так понимаю, да, соревнования. А какие-то еще что происходят на мероприятиях? Ну, вы знаете, возвращаясь к клубной структуре в России, я хотел бы отметить, что в эту структуру входит несколько клубов. То есть Порше Клаб Русланд – это головная национальная организация, и в структуру которой входит Порше Классик Клаб Русланд – это клуб для владельцев классических Порше, Порше Клаб Санкт-Петербург, соответственно, да, Порше Клуб в Питере, Порше Клуб Краснодар и Порше Клуб Екатеринбург. Эти клубы, по сути, являются абсолютно независимыми клубами, которые имеют возможность устраивать какие-либо мероприятия для своих членов вполне самостоятельно, придумывать их, проводить, иметь собственный график этих мероприятий. Главная организация существует для того, чтобы координировать деятельность этих клубов, чтобы по возможности график мероприятий не пересекался, чтобы члены одного клуба всегда имели возможность принять участие в мероприятии другого клуба и так далее. Главная же организация проводит ряд традиционных мероприятий, которые направлены на всеобщую массу владельцев Порше, не только членов клуба. То есть у нас идея такая – привлекать… А общий какой-то фестиваль есть, когда все съезжаются? Сенсейшн такой есть какой-то? Вы знаете… Где можно увидеть огромное количество Порше-автомобилей, помимо того, что вот приехать в Мячково и… Вы знаете, с прошлого года представительство Порше, Порше Русланд, начал проводить такое мероприятие, которое называется «Фестиваль Порше». Вот два раза уже это мероприятие было проведено, в том и в этом году. Оба раза в Санкт-Петербурге, на автодроме в населенном пункте Шушары. Там новый автодром у них, Санкт-Петербург, по-моему, одноименный. Вот на этом мероприятии собирается большое количество владельцев со своими машинами, не только из Санкт-Петербурга, какое-то количество приезжает из Москвы, в этом году были владельцы из Краснодара. Поэтому мы как можем помогаем Порше Русланд в организации этого мероприятия, агитируем людей приезжать, рассылаем информацию. И я думаю, что раз от раза количество владельцев Порше, количество членов клуба на таком мероприятии будет расти, и когда-нибудь это будет действительно такой всероссийский фестиваль. Ну, как минимум, это очень красиво. Это очень красиво, когда огромное количество красивых автомобилей, и каждый из них представляет экспонат, что называется. Мне подсказывают о том, что у нас готовы результаты голосования, и 37% считают, что автомобиль Порше спортивный для ежедневного использования подходит, и 67% говорит, что 33% за, и 67% против. У каждого свое мнение. Я думаю, что вы как раз в том меньшинстве. Да, я в меньшинстве. В том меньшинстве. Ну что ж, продолжая разговор об этих автомобилях, о каких-то кубок, что-то какое-то выручаете, какие-то подарки, то есть, я не знаю, там символика клубная, наверняка же что-то есть. Как отличить владельца именно Порше российского клуба, да? То есть у него там какая-то, может быть, куртка или что-то. Нет, ну, вы знаете, пока... Как-то вы их брендируете владельцем? Пока этого мы не делаем, у членов клуба есть клубная карточка с символикой клуба. Вот, пожалуй, наверное, это единственное, что на сегодня они имеют в качестве отличительной особенности. Ну, то есть, возвращаясь к началу нашего разговора, нужно заполнить, во-первых, иметь автомобиль Порше, заполнить карточку, заполнить заявление, ну, в интернете, я так понимаю, да, на сайте, и ждать ответа. Да, именно так. А какой автомобиль все-таки, вот если, возвращаясь к спортивному Порше, да, все-таки это может быть единственный автомобиль в семье? Или какая вообще идеология? Вот если у вас Порше, значит, у вас все машины должны быть Порше. Ну, вся линейка в семье, да? Да, ну, совсем не незачемно. Или все-таки у вас, например, сколько автомобилей, Денис? В семье? Да. И все Порше или нет? Вы меня в декларацию о доходах предоставить не заставите? Нет, мне просто интересно, вы меня поймите, правильно? Нет. Мне просто интересно с точки зрения, хотя, может быть, и спрошу. У меня в семье три автомобиля, и Порше из них только один. Ну, то есть, вы не считаете, что нужно, если в одну марку как бы все-таки уходить, то обязательно все автомобили должны быть одной марки? Нет, не считаю. А есть автомобиль «Мечта» именно в линейке Порше? Да, безусловно. Пономара? Нет. А какая? Порше 911 в кузове 993, карьера RS. Очень редкий автомобиль. Опять же, возвращаясь к мероприятиям клуба, я слышала, что у вас еще бывают пробеги. Традиционный европейский, по-моему, автомобильный Порше пробег. Да, собственно, я и хотел рассказать о тех мероприятиях, которые мы традиционно проводим каждый год. Собственно, открытие сезона спортивных автомобилей мы знаменуем проведением ежегодного весеннего автопробега, который обычно стартует в конце апреля и занимает все майские праздники. То есть люди возвращаются в Москву числа в десятых уже мая. Люди на своих автомобилях выезжают из Москвы, едут по определенному маршруту, который мы меняем каждый год, по странам Европы, и возвращаются также на своих автомобилях домой, проезжая таким образом примерно за две недели около 7-8 тысяч километров. Автопробег, маршрут автопробега строится таким образом, чтобы у нас были обязательные такие традиционные точки, куда мы заезжаем каждый год, такие как Нюрнбург Ринг, музей Порше в Штутгарте, иногда посещаем завод Порше, возможно, посещаем трек-дни, которые организуются на других трассах европейских. И, конечно же, все это сочетается с туризмом и отдыхом. То есть обязательно посещаются какие-то места красивые, где члены клуба останавливаются на пару дней, просто отдыхают, любуются красотами, получают удовольствие. У нас вот как раз вопрос пришел по СМС. Здравствуйте, посоветуйте, хочу купить Порше Каен 2006 года. Какой мотор лучше, 3.2 или 3.6? Спасибо. Ну, лучше, конечно, 3.6. А почему? Ну, хотя бы потому, что он современнее. А по каким-то все-таки его эксплуатационным качествам? Мощнее. Ну, это понятно. Естественно, да. А по обслуживанию? Ну, то же самое, что 3.2. Спасибо. Хотела бы спросить про девушек. Опять же, вот мы начали эту тему, у нас как раз звонок прервал эту историю. А если говорить про 300 автомобилей в клубе, то сколько из них девчонок? И какие машины? Ну, наверное, я думаю, все-таки ближе к спортивным, да, или нет? Ну, вы знаете, это точное количество девушек. Ну, приблизительно. Просто процент, хочу понять, из 100%, сколько девчонок. Именно за рулем. Я думаю, что не более 10% из общего числа. Конечно, наибольшее число девушек – это все-таки владелицы Каенов. Девчонки вообще очень Каенов любят почему-то. Вот я не знаю. Особенно блондинки. Девчонки, простите, пожалуйста. Но я не знаю, я почему-то как вижу, все время будет блондинка на Каене. Может быть, я не там езжу, хотя, в принципе, езжу много. Ну, почему-то вот Каен и блондинка. Ну, это какие-то национальные особенности, видимо, у нас в стране. Московские, может быть, да? Может быть, да. Но, как я уже сказал, у нас все-таки есть девушки, которые владеют 911-ми, которые посещают наши трек-дни, посещают этапы нашего кубка и на общих основаниях участвуют. А коммерческой деятельностью клуб занимается? Нет. То есть, вообще, никаких сувениров хотя бы продаете, тоже ничего? Вы знаете... Это тоже коммерческая деятельность в каком-то, ну, варианте. Такая деятельность разрешена и предусмотрена. А есть там, расскажите, да. Как продажа каких-то вещей, символикой клуба. Но мы как-то до этого еще не дошли, и плюс к этому продавать эти вещи Порше клуба имеют право только своим членам. То есть, мы не можем вывесить это где-то в магазине в городе, да, и продавать. Для членов клуба. Это там есть провокационный вопрос. Я читала, что есть организация досуга, не связанная с автомобилями для членов клуба. Это что? Это какие-то совместные шашлыки, там, не знаю. Ну, во-первых, это, в общем, все вечеринки, которые мы так или иначе организовываем. Это все-таки мероприятие, которое не связано с автомобилями, на которое члены клуба могут прийти с женами, с подругами. Но все равно, в основном, все приезжают на Порше все-таки, да? Ну, по-разному. Как раз вечеринка – это уже такое мероприятие, где нет никаких обязательств, на чем ты приедешь. Но это в Москве. А если брать Порше Тревел, путешествия, например, какие-то организации? По-моему, у вас даже это есть. Ну, мы с прошлого года нашли такое интересное времяпрепровождение, как нам показалось. Это яхтенные регаты. Мы считаем, что такое вот мероприятие правильное, которое не связано с автомобилями, но оно для людей, для активных людей, которые не боятся активно проводить время, может быть, поработать, для тех, кто не привык лежать пузом кверху на солнышке. И, в общем, мы поучаствовали несколько раз в регатах, организуемых нашими друзьями и партнерами. Достаточно удачно. То есть люди поддерживают, члены клуба поддерживают нас, с удовольствием ездят. Одни и те же люди, в общем, набираются, которым это нравится. И с этого года мы учредили собственный бренд, который называется «Порше Клаб Оошен Кап». И первая регата под этим брендом пройдет уже в этом году, в сентябре, в акватории турецкого Мармариса. А где связь? Почему вот именно такой переход? Порше и парусная регата? То есть с чего это пришло вообще? Регата – это тоже гонка. Начнем с этого. И практически тоже Порше. Ну, нет, это как раз далеко не Порше, но тоже гонка. То есть тоже такая гоночная азарт. Ну, вот я пытаюсь понять связь просто. Где управляемость отточенная? Где как бы этот, а вот выходы в море? Нет, здесь такой прямой связи нет, разве что только это как раз тот досуг, в котором люди могут принимать участие целой семьей. Пожалуйста, семья с детьми, люди приезжают, ничего страшного, всем нравятся, маленькие дети на борту яхты, никаких проблем. Прерву вас, Денис, буквально на секунду. У нас есть звонок. Алло. Алло, добрый день. Добрый день, добрый вечер. Да, вы знаете, очень приятно и интересно слушать вашу передачу. Спасибо большое. Вы знаете, я вот хотел такой вопрос задать. Вот какое бы вы предпочли, кроме Порше, да, я при всем уважении к этой марке, да, вот тем не менее аналог может быть какой-то машины спортивной, от которых вы тоже как бы получали или получили бы эмоции большие? Вот. И хотел бы сказать, что вот по поводу вопроса, за эту же сумму, да, какую бы я машину себе приобрел, мне, например, импонирует Nissan GTR, да, вот по ряду причин, там, разгон и так далее. А по ряду каких причин? Только разгон или, может быть, что-то еще все-таки управляемость? Ну, потому что, наверное, все-таки динамические характеристики и соотношение цена-качество, да, мне кажется, вот GTR все-таки. Спасибо, спасибо. Денис? Вы знаете, к сожалению, наверное, вы выбрали не того человека, кому задать этот вопрос, потому что я как раз приверженец тех самых честных спортивных Порше, которые выпускались там до конца 90-х годов. Это совершенно другие ощущения от вождения этих автомобилей, совершенно другая обратная связь между машиной и водителем. Сейчас современных таких машин, ну, по-честному-то сказать, в общем, и нет. Поэтому я вряд ли могу толково вам что-то посоветовать. Может быть, только попробовать все-таки поездить когда-нибудь на классической спортивной машине, может быть, даже не обязательно Порше, чтобы понять, что я имею в виду. Спасибо. Как-то так. Хотела бы еще затронуть тему, у вас же есть еще целое обучение людей, повышение водительского мастерства, и я знаю, что есть целая программа. Вот поподробнее об этом. Как это проходит, где это проходит, на своем ли автомобиле? Да, к сожалению, пока это возможно только на своем автомобиле. Это работает как некие персональные тренинги. То есть желающим необходимо созвониться с нами, позвонить к нам в клуб, задать, собственно, вопрос об этом, и мы что-нибудь придумаем. А где в основном проходит? То есть это трек или это просто площадка? Нет, это обязательно проходит на гоночном треке, как правило, в Мечково, потому что Мечково ближайший к Москве трек. К сожалению, сейчас дорожная ситуация такая, что он не самый ближайший по времени, но по расстоянию он самый ближайший. То есть туда можно съездить запросто, в общем, в течение дня на несколько часов. Ну, на своей машине как-то не очень хочется, потому что, вы же понимаете, эксплуатацию автомобиля, во-первых, жалко. Резина, ну, то есть по треку пролетишь, еще не дай бог улетишь. Все-таки, конечно, хочется как-то автомобиль более не свой, что называется. Я прекрасно понимаю. Вот эта история... Да, к сожалению, пока другой возможности нет. Мы очень надеемся, что через год, может быть, через два в России все же заработает официальная Porsche Sport Driving School. И тогда у всех желающих будет возможность где-то в России, что называется, на казенных автомобилях пройти какой-то курс обучения. Пока на казенных автомобилях возможность учиться есть только в программах Porsche Travel Club, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Porsche. Но эти программы проходят не в России. Есть зимние программы в Финляндии, летние программы в Германии на заводском треке, в Лейпциге. Но вот, к сожалению, пока только так. А как обычному владельцу Porsche разобраться в количестве клубов? Я знаю, что на сегодняшний момент, по-моему, Porsche клубов 5 или 6 в Москве. Вот чем они отличаются? Где лучше, где хуже? Вот у меня есть автомобиль, я вылезаю в интернет. И вот такое количество этих клубов, а понять, куда пойти? Либо вовсе сразу пойти, кстати, так можно? Или все-таки нужно быть членом на одного клуба? Ну, давайте вернемся к тому, с чем мы начали передачу. В Москве один официальный клуб. А официальный это что? У них какая-то бумага? Или как понять, официальная? Да, есть лицензия, выданная заводом. Есть сайт в интернете, который сделан по образцу. У всех Porsche клубов в мире дизайн сайта одинаковый. Есть логотип, который, опять же, сделан по-единому для всего мира образцу. Но самое главное, естественно, это лицензия, которая имеет номер. Сейчас на любом сайте официального клуба красуется такая печать, на которой нанесен еще номер регистрационный, то есть номерочек, под которым этот клуб зарегистрирован в штаб-квартире Porsche в едином реестре. А вот эта невероятная вещь, как Porsche Club Handbook, в котором 12 глав, это что, это как устав, некий своеобразный, для стандартов, как раз для клубов Porsche. Это наша настольная книга, которая регламентирует все. От создания клуба до аспектов его деятельности. То есть вот мы следуем этой книге, и именно в этой книге прописано, что Porsche Club имеет право делать, а что не имеет право делать. А там какие-то стандартные все-таки вариации? Или есть какие-то, например, для вас какие-то странные пункты? Ну, как вот, что имеет, что не имеет? Ну, буквально пару примеров, что имеет, что не имеет. Ну, как я уже говорил ранее... Нельзя ходить в красные майки, нельзя ходить в синий майки, нельзя там цвета передевать. Что? Что? Вот это общественная организация, которая официально признана штаб-квартирой Porsche, как Porsche Club, имеет право делать, и что не имеет право делать. Какой вид деятельности мы не имеем права, допустим, вести. Я уже затрагивал этот момент. Мы не имеем права продавать автомобили от своего имени. Мы не имеем права заниматься тюнингом автомобилей. То есть Porsche Club как таковой не имеет права оказывать услуги по тюнингу автомобилей. Мы не имеем права продавать запчасти от своего имени. Но в клубе может быть тюнинговый автомобиль. Да, конечно. Поэтому все как раз строится так, чтобы Porsche Club были максимально некоммерческими объединениями, которые не ставили бы перед собой цель зарабатывать деньги с помощью объединения людей, с помощью вот этой аудитории, которую клуб собрал в качестве своих членов, чтобы эта аудитория не использовалась для прямого зарабатывания денег. А правда ли, что представительство Porsche в России, оно очень к деятельности клуба так как-то лояльно относится? И может ли оно влиять на политику клуба? Да, безусловно, конечно. Это все отслеживается очень внимательно. То есть чтобы там завтра, например, не было какого-то, не знаю, другого автомобиля в клубе случайно вдруг раз? Или, допустим, вот это проходит какие-либо тест-драйва, да, я обратила внимание, вот даже в марке. Других автомобилей быть не должно. Вот в том же Мечково, например, да, если проходит Porsche Days, то, естественно, все автомобили стоят только Porsche. Ну, не совсем так. Если какой-то тест-драйв проводит дилер или Porsche Rusland, то приглашаются гости и никак не регламентируется, на каком автомобиле гости приезжают. Если какое-то мероприятие проводит Porsche Club, то это в праве, Porsche Club сам в праве назначить, какие автомобили имеют право принимать мероприятие или какие не имеют право. Вполне естественно, что Porsche Club приглашают только владельцев Porsche на свои мероприятия. Именно в этом и состоит суть этого закрытого сообщества. А кто президент клуба, кстати? Президент российского клуба Олег Кисельман. О, это довольно известный гонщик, Олег. Да, именно он. Именно он. Я думаю, что именно он и учит как раз ездить. Именно он и принимает участие, да, проводит вот эти персональные тренинги. Звоночек у нас есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как приятно. Девушка сегодня у нас, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы слушаем вопрос. Алло. Скажите, пожалуйста, а вот Porsche Club, он на многих ли людях держится? Извините, не раз слышал. На многих ли людях. Спасибо огромное за вопрос. На многих ли людях. Костяк большой. Вы знаете, тогда немножко с момента правил создания Porsche Club, да? Вообще. Сколько лет назад? В 2007 году был создан клуб. И по правилам, предписанным тем же хэндбуком, официальное признание клуб может получить только в том случае, если в нем состоит минимум 30 членов. И сейчас, когда по всей России у нас в клубах уже порядка 300 членов, если вас интересует в процентном соотношении, какое количество из них именно активных людей... Нет, девушка костяк имела в виду. Какое количество организаторов в клубе? Костяк клуба? Не совсем понимаю вопроса тогда. То есть, что значит, какое количество организаторов? Ну, много ли людей задействовано в организации? Вот, например, там, чтобы... Люди, которые организовывают покататься, да, по катушке в мечко. Ну, скорее, какое количество людей выполняет какую-то работу тогда, наверное, по клубу, да? Ну, основное, да, это все-таки Олег, я правильно поняла? А вот какие-то люди, которые плюс исполнительный... Вот девушка имела в виду основную массу. В нашем российском клубе основную работу выполняет там 3-5 человек. То есть все, что мы делаем, все мероприятия, которые мы планируем, проводим, они базируются на работе вот такого количества людей. Спасибо, Денис. Возвращаясь к истокам, с чего все начиналось. 2007 год. Мы как раз прервались с вами на звонок, поэтому я вас прошу продолжить. Давайте тогда вы мне напомните, на чем мы все-таки остановились. В 2007 год зародился клуб «Порше Россия». Российский клуб «Порше». Да, собственно, мы открыли хэндбук, мы создали объединение, в котором со временем набралось необходимое число членов, а именно 30 человек, чуть больше, чем 30 человек. После чего мы подали заявку на регистрацию нас как официального клуба, и нас зарегистрировали. С этого момента в России появился первый официальный «Порше-клуб». А пятилетие уже было? Когда было пятилетие? Пятилетие было как раз в мае. Вот как раз смотрю на смс-послание, в Петербурге есть ли официальный «Порше-клуб». По-моему, Денис говорил об этом, но еще раз. «Порше-клуб Санкт-Петербург». Его адрес в интернете – porsche-club-… Ну, в поисковике, я думаю, без проблем. Питерский «Порше-клуб». Петербург, по-моему, там без саундприставки.ru. Ну, то есть в любом поисковике, если набрать «Порше-клуб» в Санкт-Петербурге, можно найти координаты через наш сайт – porsche-club.ru. Звоночек у нас еще один. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я не единожды слышала мнение о том, что… Слышно меня? Да, я очень. О том, что Porsche Cayenne, автомобиль Porsche Cayenne собирается на том же заводе, где и производство Volkswagen Touareg. И говорят, что, по сути, эти машины, они одинаковые, отличаются они только дизайном, а все внутренности… Вот, собственно говоря, что у них одинаковые. Можно как-то развеять этот миф или подтвердить его? Может, как? Спасибо. Спасибо. Да, здравствуйте. Видите, как девушек волнует все-таки. Наверное, те блондинки все-таки с вопросом о том, что лучше покупать в Каен. Поэтому будем развеивать миф. Porsche Cayenne собирается на заводе Porsche в Лейпциге. Это их собственный завод. И несмотря на то, что, да, действительно, в конструкции Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg есть какие-то похожие или одинаковые вещи, Porsche все-таки является чистокровным Porsche, хотя бы потому, что двигателя у него свои. То есть все-таки Cayenne. Все-таки Cayenne – это Porsche. Лучше Cayenne все-таки. Как попасть в клуб? Я все-таки, ну, мы начали с этого разговора, да? А есть какие-то, ну, не знаю, как ранги, приверегии между членами клуба? Вот там приехал на пять мероприятий, уже там, ну, почетный член клуба, приехал на одно мероприятие, просто там, новичок. Как-то вы разделяете, не знаю, там, может быть, как-то отличаете их между собой? Или все равны? Вот все 300 людей, которые появляются? Знаете, глобально, конечно, все равны, однако мы все равно ведем какую-то для себя внутреннюю статистику, да, потому что бывает так, что на какие-то закрытые мероприятия нам наши партнеры или организаторы выделяют очень ограниченное, допустим, количество приглашений, которые мы должны распространить среди членов клуба. В данном случае, конечно, привилегиями пользуются наиболее активные члены, которых мы с удовольствием таким образом поощряем за их вот участие в жизни клуба. А вот возвращаясь к соревнованиям, о том, что мы говорили, есть два этапа, да, когда можно первые, вернее, ну, два разных классов, которые до 400 сил и свыше 400 сил. А есть какие-то соревнования, то есть, когда побеждают, да, людей, можно ли обычному спортсмену проехаться там или нет? Ну, то есть, допустим, тот же Олег же не может сесть и поехать, правильно? Нет, это любительский чемпионат. Как-то вы выделяете эту историю, да? Мы пытаемся отслеживать, чтобы люди, которые имеют гоночную лицензию, не участвовали в этом соревновании. Поэтому гонщик, он, если и имеет желание покататься на своей машине, он может это сделать, но это будет вне зачета. – Какие планы у клуба? Есть какой-то регламент на 2012-2013 уже год? – Да вы знаете… – Что хотите, может быть, что-то новое сделаете? – Да, мы хотим расширять и учащать те традиционные мероприятия, которые мы проводим каждый год. Да, то есть в планах, допустим, чтобы автопробегов было не один, а два. Да, там весенний-осенний, допустим. Да, чтобы наш любительский кубок из трехэтапного превратился в пятиэтапный, тем более количество треков в России, в общем-то, позволяет это сделать уже. Да, есть и Казань, в конце концов, и Нижний Новгород. Вот. В общем-то, все во многом зависит от активности самих членов. Вот, поэтому мы за. Если мы почувствуем поддержку со стороны сообщества, которое мы пытаемся объединять и укропнять, то мы как бы на все готовы. А почему Каена-то не пускаете? У нас сегодня тема дня. Да, пускаем с удовольствием, но как-то... Боитесь ли перевернуться или что? Почему? А, на гонке вы имеете в виду. Да, на гонке, почему? Ну, вряд ли, конечно, Каен имеет возможность перевернуться на гоночном треке. Немцы все же пускают, да, на своих мероприятиях. Ну, это немцы, а у нас же российский водитель, он все-таки с криками прокладывает новую трассу. Наверное, потому что... Там еще поребрики в Мечково, насколько я знаю, очень такие опасные. И можно ли тонуть-то даже и на Каене? Ну, в Мечково там, что называется, уши словить можно на любом автомобиле, на самом деле. Ну, было бы желание. Да, было бы желание. Ну, да, наверное, вы правы, мы просто перестраховываемся таким образом. Планы на ближайшее время. Вот все-таки в этом году что-то будет еще? Где можно увидеть такое количество красивых автомобилей Porsche? Ну, как я уже отметил, в этом году нам предстоит еще два этапа нашего любительского кубка. 21 июля второй этап пройдет на автодроме Смоленское Кольцо. И мы надеемся, что в начале октября, не буду пока говорить дату, потому что на 100% она еще не подтверждена, но в начале октября мы очень планируем оказаться на новом автодроме Москва-Рейсвей под Волоколамском. Поэтому будет еще два момента, где вы можете увидеть большое количество спортивных Porsche. Ну и, естественно, наша регата в сентябре месяце. И мы в прошлом году опробовали новый формат мероприятия. Он достаточно давно известен другим автомобильным клубам, но мы вот как-то не проводили у себя это. Это так называемый сити-квест, городское приключение такое. Ну, некий стрит-челлендж одно время был, да? Ну, вряд ли стрит-челлендж. Мы как раз пропагандируем соблюдение правил дорожного движения. И в ходе квеста есть определенные чекпоинты, посетив которые, на них надо выполнить определенные задания. Причем скорость передвижения от чекпоинта до чекпоинта не имеет никакого значения. Денис, я не хочу вас прерывать, вы такой интересный гость, но, к сожалению, время наше подходит к концу. Спасибо вам огромное, что вы у нас сегодня были. Я с удовольствием позову вас еще. Ну, а это была программа «Автоклубни», я ее ведущая Катя Каренина. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин